я сегодня вам рассказываю про нашу недельную главу кто мне напомнит как называется наша недельная глава совершенно верно молодец молодец молодцы его сразу все сказали как называется эта глава молодцы отлично отлично вайшла вайшла в этой главе есть столько столько вещей самых разных и самых интересных и я думаю что в прошлом году я вам рассказывал про то как как яков в самом начале этой головы как он встречается савом как яков дрался с черным ангелом и сава ночью как как яков переносил переносил всю свою семью через реку ебок и вернулся потом за маленькими сосудами но я думаю что это вы можете послушать прошлогодний прошлогодний урок по нашей недельной главе а в этом году я хочу вам рассказать о про еще одно очень страшное событие которое произошло которое описано тоже в нашей недельной главе вайшлах ай после того как наконец-то наконец-то яков он освободился от сава сав ушел своей дорогой а яков отправился отправился к своему папе к ицхаку и после этого яков он поселился он остановился около города шхем в городе шхем городе шхем жили жили не евреи да но евреев тогда тогда еще не было кроме якова и его семьи и его папы и в городе шхем правил правил очень-очень богатый и очень-очень важный человек которого звали хамор кто из вас знает немножко иврит тот может мне сказать что значит осел да так его звали господина шхема господина этого города звали хамор как его звали такое имя у него было вы знаете это имя у него есть свое значение свой смысл как у всех имен в торе у этого смысл у этого слова хамор есть смысл хамор это от слова хомер материя этот человек он не понимал ничего духовного он вообще не верил что существует душа что существует ошем только материальные вещи только то что можно потрогать то что и можно купить то что можно съесть то что можно то что можно положить в сундук вот это то что он понимает вы знаете что осел осел он тоже не понимает что такое душа осел не знает он он не знает он не умеет быть благодарным он упрямый он все время хочет только получать все поэтому поэтому его называют на еврейте хамор хамор так вот и и и и и властелина этого города его звали хамор а город город он назвал в честь своего сына сына он назвал шхем мое крепкое плечо у шхем так вот этот самый хамор и его сын шхем они правили городом шхем и все жители этого города они были такие зазнайки такие гордые такие важные такие от них так любили так любили все получать и чтобы чтобы им принадлежало всего очень много то что они не могли получить честным путем они старались получить обманом то что они не могли получить По-хорошему они захватывали силой. Такие были жители города Шхем. Все они были крепкие, высокие, у них было много сильных воинов, и во главе всех воинов стоял самый крепкий Шхем, сын Хамора, сын главы города. И как раз рядом с этим городом в поле остановился Яков со своей семьей. Яков раскрыл свой шатер, рядом с ним раскрыли свои шатры его сыновья, его слуги и помощники, раскрыли шатры его жены и наложницы. У Якова была дочь. Дочь по имени Дина. Кто мне скажет, кто была мама Дины? От какой из проматерей? Лея. Совершенно верно, молодцы. Молодцы. Дида была дочерью Леи и Якова. И она была очень-очень-очень красивой и очень-очень мудрой. Хотя она еще была маленькая, совсем молоденькая, но она была очень красивой, у нее был очень сильный характер. В начале, те, кто слушал, те, кто читал или слушал про предыдущую главу, в начале у Дины должен был родиться еще один мальчик. У Дины. У Леи должен был родиться еще один мальчик, седьмой. Но если бы у Леи родился седьмой мальчик, то на долю Рахели остался бы только один сын. Меньше, чем у наложниц, меньше, чем у белги и у зельпы. А, поэтому Лея, когда она почувствовала, что у нее в животике есть младенец, она помолилась Ашему и сказала, Ашем, хотя я очень-очень хочу, чтобы у меня родился еще один сын, но я сочувствую моей любимой сестре Рахели, и я не хочу, чтобы ей было обидно, и я прошу Ашем, чтобы у меня вместо сына родилась в этот раз дочь. И эта дочь действительно родилась, и она ее назвала Дина, от слова Дин, Суд. Она как будто бы сама пришла на суд к Ашему и попросила у Ашема рассудить так, чтобы ее сестра не чувствовала себя обиженной. А, вот это был очень-очень самоотверженный поступок. Это были очень-очень праведные мысли у Леи, когда у нее в животике еще не родившаяся была Дина. И Дина, она получила самые-самые высокие качества души, настолько высокие качества души, что наши мудрецы, они говорят нам, если бы, если бы, если бы Яков не спрятал ее от Исава, если бы Эсав, злодей Эсав, если бы он женился на Дине, то наверняка, наверняка Дина смогла бы, смогла бы подействовать на Исава так, что он бы даже Исав сделал тшуву, чтобы он пришел к раскаянью. Но Яков боялся и не хотел отдавать Дину Эсаву, поэтому, когда он встречался с Эсавом, Дину спрятали. И вот теперь Яков, он остановился со своей семьей рядом с городом Шхем. Из города Шхем вышли, вышли девушки и женщины, и девочки города Шхем. Они все вышли посмотреть, что это за новые гости к нам пришли, кто это рядом с нашим городом остановился. И они устроили пляски, танцы, песни в надежде, что из шатров Якова выйдут эти гости и на них посмотрят, какие они красивые. Скажите мне, пожалуйста, что было сделано здесь нехорошо и некрасиво и неправильно? Что женщины должны петь, а дети должны петь. Они должны быть скромными. Нельзя женщинам и девушкам и девочкам выходить и танцевать и петь перед чужими посторонними мужчинами. Но поскольку это были жители города Шхем, то они, конечно, ни о какой скромности не думали и совершенно их это не волновало. А сыновья Якова, они, конечно, сразу стали отворачиваться, чтобы не видеть, чтобы не видеть. И они закрывали уши, чтобы не слышать пение чужих, чужих женщин. Потому что они очень следили за скромностью. Но Дина, она ведь не была мальчиком, она была девочкой. И она решила, что ей, что ей можно посмотреть и послушать, как танцуют и как поют девочки из города Шхем. И она вышла из шатра, она вышла из шатра, и она стала смотреть, как они поют и танцуют. И потихоньку, потихоньку, ей было так интересно, она подходила к ним все ближе и ближе, и ближе, и ближе, и ближе. И она не заметила, она не заметила, что за деревом стоит и смотрит на нее Шхем, сын Хамора. Шхем увидел Дину, и он сразу же, сразу же захотел ее взять себе. Вы знаете, что если кому-то хочется взять девушку себе в жены, то что он должен сделать, как он должен поступить? Если он увидел красивую девушку, он хочет на ней жениться, что он должен сделать? Спросить у папы или у даши, вошли брать. Он должен прийти к ее родителям, к папе и маме. Он должен с ними познакомиться, он должен спросить у них, что ваша дочь, не могли бы вы выдать ее за меня замуж? Мне она так понравилась, да? Так бы поступил любой другой, даже не еврей в те времена, но не Шхем. Шхем, он увидел девушку, которую он хочет себе в жены, он выскочил из-за дерева, бросился, как дикий зверь, он на нее набросился, схватил ее и утащил, утащил к себе в Шхем, и там он запер ее в высокой башне. Ой, бедная Дина, без разрешения, без спроса, он даже не спросил у нее, нравится ли он ей. Нет, ничего, схватил и утащил, как дикий зверь. Ой-ой-ой-ой-ой, и запер в своей башне, в своем городе. И ни один, ни один из жителей из Шхема не сказал ему, что так поступать некрасиво и нехорошо. Ни один из них не сказал ему, что ты делаешь. Это злодейство. Верни, верни дочь Якова обратно. Если ты хочешь, если ты хочешь взять ее в жены, ты должен сначала спросить, спросить у ее папы, спросить у нее, если ты ей нравишься. Никто нет. Жители Шхема, они считали, что все, что они видят... Да. А зачем он ее посадил в башне? Он же хотел на пенежнице. Да. Зачем он запер в башне? А, зачем он запер ее в башне? А он ведь не спросил, хочет ли она выйти за него замуж. Его это не интересовало. Он запер ее в башне, чтобы она не убежала. И чтобы сыновья Якова ее не забрали у него. Поэтому он ее запер в башне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот, когда он ее запер в башне, когда он ее запер в башне, и когда он пришел к ней туда в башне, и стал с ней разговаривать, и стал ее... Теперь, когда он ее утащил, он начал ее уговаривать, ты станешь моей женой, я тебя одену в красивые одежды, я очень богатый, я очень важный, мне принадлежит весь город, я дам тебе украшения. Так она ему понравилась. Вы знаете, что Дина, она отвечала так, так мудро, так правильно, так скромно она себя вела, несмотря на то, что она оказалась в такой страшной ситуации, что ее украли. И она сумела себя так, так правильно вести, что даже Шхем, сын Хамора, даже у него внутри, в душе, все-таки у него есть душа, хотя он на нее не обращает внимания, даже в душе у сына Хамора вдруг появилось раскаяние. И он начал понимать, что он сделал не очень красивый поступок. И он стал ее уговаривать по-хорошему. И он стал ей говорить, я помирюсь с твоим папой, я дам ему подарки, только согласись стать моей женой. Ну, пожалуйста, он стал ее уговаривать. Теперь, когда, после того, как он сначала ее украл, теперь он ее уговаривает. Он видит, что она не соглашается, пока, пока, пока мой папа не согласится, она не готова выходить замуж за Шхема. И тогда Шхем, он пошел к своему папе и сказал, я хочу, я хочу, чтобы она вышла за меня замуж, чтобы она согласилась, чтобы она была моей женой. Я хочу. Папа, вы должны уговорить Якова, чтобы он разрешил, разрешил эту свадьбу. И Шхем вместе со своим папой Хамором, они отправились к Якову. Они отправились к Якову, и Хамор сказал, дорогой гость, Яков, ах, у меня мой любимый сын, единственный мой наследник, хозяин всего этого города, в честь него я назвал город Шхем. Ему так понравилась твоя дочь Дина. Он так хочет, чтобы она согласилась выйти за него замуж. Ай, я предлагаю, я предлагаю тебе заключить мир и союз, чтобы мы были все вместе одним народом. И я готов заплатить тебе много денег и принести тебе подарки, какие ты попросишь. А Шхем, он добавляет, он говорит, попроси побольше денег и подарков, только чтобы я тебе понравился и чтобы ты согласился, чтобы Дина была моей женой, сказал Шхем. Яков, он опасался жителей города Шхем. Он знал, что они злодеи, и что они готовы, готовы взять силой, готовы взять силой то, что им не дают по-хорошему. Поэтому Яков, он не сразу стал отказывать им, а он сказал им, я не могу решить этот вопрос без моих сыновей. Вот когда вечером вернутся мои сыновья, мы с ними поговорим, и мы решим, можем ли мы согласиться отдать Дину в жены Шхем. Так ответил Яков. Ай, Хаморша с Шхемом, они обрадовались, да, да, конечно, конечно, подожди, вернутся твои сыновья, ты с ними поговоришь и отдашь нам Дину. Вечером, когда вернулись сыновья Якова, и когда они узнали, что произошло, ой, как им было горько и больно, что их сестру утащили, своровали, так поступил некрасиво этот Шхем, сын Хамора, без всякой скромности, без всякого уважения, ой, они были очень-очень огорчены. Но папа, папа Яков, он им сказал, мы сейчас еще не стали еврейским народом большим, и мы не можем сражаться со всеми народами Кнаана, Ашем еще не отдал нам эту землю во владение. Поэтому мы должны быть осторожны, мы должны вести себя так, чтобы не вызвать большую войну. Они подумали и они решили. Они решили, раз, раз Хамор и Шхем так хотят Дину, то мы должны им поставить условия. Если они так хотят, чтобы Дина стала женой Шхема, то они должны быть как мы. Они должны поклоняться идолам? Нет. Кому должны поклоняться они? Да, Йося? Ашему. Ашему, конечно. Они должны поклоняться Ашему, и они должны сделать знак союза с Ашемом. Они должны сделать бритмилу. Тогда, тогда может быть, может быть, если они сделают Гиюр, то тогда, может быть, мы можем действительно стать одним народом. И когда вернулись Хамор и Шхем к ним за ответом, то Яков им ответил. Если вы хотите, чтобы мы стали одним народом, и чтобы мы давали вам в жены своих дочерей, и чтобы мы могли брать ваших дочерей в жены нам, то вы должны сделать Гиюр, и вы должны сделать обрезание бритмилу, тогда на этом условии мы согласны будем отдать вам Дину. «Ой, Шхем и Хамор обрадовались! Отлично! 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 Мы согласны, и все жители нашего города тоже будут согласны!» Они вернулись к себе в город, в Шхем. Они собрали жителей Шхема, и они стали им говорить. Послушайте, что они стали им говорить. «У-у-у!» Говорят, «Посмотрите на эти шатры, которые поставил Яков со своим семейством рядом с нашим городом. Посмотрите, сколько богатств у Якова! Сколько у него овец! Сколько у него верблений! Блюдов! Сколько у него быков! Сколько у него... У-у-у! Всего-всего-всего! «Ай, как бы, как бы было здорово, если бы все это было наше!» сказали своим, своим жителям Хамор и Шхем. «И мы знаем, как это сделать!» сказал Хамор. «Мы знаем, как заполучить все богатство Якова! Для этого нам достаточно сделать одну, выполнить одну их маленькую просьбу! Мы должны сделать Бритмилу! И тогда они признают и примут нас, что мы все один народ, и тогда все его овцы будут наши, и все его богатство будет наше, и все, что у него есть, будет наше, и всех красивых девушек, которые у него родятся, мы заберем себе, мы будем теперь одним народом!» так сказали Шхем и Хамор своим, своим людям. Скажите мне, пожалуйста, они передали, передали своим людям правду, или они, или они сказали то, чего им не говорил Яков? Что они сказали неправильно? Что они хотели неправильно? Яков сказал сделать Геню, чтобы они стали евреями, а они сказали только здесь Бритмилу! Да, и только для того, чтобы... И только для того, для чего они хотят сделать Бритмилу, только для того, чтобы... Забрать богатство! только для того, чтобы забрать богатство! А-а-а! Это, это мысли, это слова, это поступки шхемских жителей. И все шхемцы, они сразу согласились, ух, как они хотели забрать все богатства у Якова, ух, как они хотели забрать! Яков был очень богатый, когда он вернулся от Лавана, у-у-у, он вернулся с огромным богатством. И в один день все жители шхема, все его мужчины сделали Бритмилу, они сделали обрезание. И вы знаете, что после, после обрезания, когда его делают взрослые люди, да, когда, когда младенец, у него очень быстро все заживает, когда делает взрослый человек обрезание, то после этого он долго не может встать, он лежит больной, у него, у него болит то место, где сделана эта операция, ему очень тяжело двигаться, вы помните, что когда Авраам делал обрезание, то он потом, ему было очень тяжело, и пока Шем его не излечил, то он не мог даже выйти из шатра. Так вот, они сделали, в один день все жители Шема, они сделали обрезание, и на третий день после этого, когда, когда ранка болит сильнее всего, сыновья Леи, Шимон и Леви, они самые близкие братья Дины, они больше всех огорчились от того, что Шем украл Дину. Так вот, на третий день после обрезания жителей Шема, Шимон и Леви, они взяли свои мечи, они вошли в город, никто им не мог, никто их не мог остановить, никто не мог им противостоять, потому что все шхемцы лежали больные, и они перебили всех жителей Шема, всех мужчин города Шем, и Хамора, и Шема, его сына, и они забрали, забрали Дину, и они забрали Дину обратно домой. Так поступили Шимон и Леви. Вы знаете, что когда они вернулись домой и рассказали об этом остальным братьям, то и остальные братья, они тоже это одобрили, и они даже сходили тоже все в город Шхем, взяли кому, что нравится из города Шхем, раз шхемцы хотели их ограбить и забрать все их богатство себе, значит, они признают такие вещи правильно, очень хорошо, теперь все богатства этих шхемцев достались сыновьям Якова. Но Яков, когда он узнал это, вы думаете, что он похвалил Шимона и Леви? Нет. 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 Он сказал им, так, как вы поступили, делать нельзя. Такой поступок, такой поступок, он достоин Эйсава и его сыновей. Но мои сыновья не должны так поступать. Мы, мы, евреи, мы, мы побеждаем, побеждаем, когда, когда мы исполняем заповеди Шхема. Мы побеждаем молитвой, а не мечом. Как будто бы вы взяли у Эйсава пример, взяли его дурной пример. Кому было сказано мечом своим жить будешь? Эйсаву, это его благословение жить мечом. А вы, вы сыновья Якова, как вы могли так поступить? Кроме того, кроме того, теперь все окрестные народы, они ополчатся против нас и захотят, и захотят отомстить за шхемцев. А мы, мы пока еще не такой большой народ. Нас мало, и мы, мы не сможем, не сможем сражаться сразу со всеми кнанейцами, перезеями, евусеями. Мы всего лишь одна, одна семья. Хитийцы, хивийцы вокруг нас живут множество кнанейских народов. Это очень опасно. Кроме того, сказал Яков, всем, всех сыновей он позвал, он сказал, вы взяли вещи из города шхем? Да, мы взяли, потому что, потому что Шимон и Левия победили, победили в этой войне. Да, а вы посмотрели, что вы взяли из города шхем? Может быть, среди этих вещей есть идолы? Может быть, вы взяли что-то некошерное оттуда? Вы проверили? Стали проверять и выяснилось, что действительно среди тех золотых вещей и серебряных, которые забрали сыновья Якова из шхема, оказались и статуэтки идолов, и всякие некошерные изображения. Яков сказал, немедленно, немедленно очиститесь от всей этой тумы, от всей этой нечистоты. Ни в коем случае мы не должны пачкать свои руки погаными идолами. И сыновья его послушались, и они собрали всю эту добычу, все эти золотые вещи, и они закопали их там под деревом, чтобы никакая авода зора, никакое идолопоклонство к ним не прилипло и не осталось у них. Шем увидел их раскаяние, он увидел, что они поняли свою ошибку, и Шем он сделал так, что все народы вокруг, которые уже собирались отомстить за шхемцев, что они вдруг испугались, они вдруг испугались, и никто не посмел напасть на Якова и его семью. Так закончилась эта история, история с городом Шхем и с его правителем Шхемом, сыном Хамора. Но вы знаете, из-за того, что Дина все-таки она один день побыла женой этого Шхема, она почувствовала, что у нее в животике есть кто-то младенец. Что она забеременела от Шхема. И она сначала даже стеснялась, она стыдилась того, что сделал с ней Шхем, и она даже боялась, она не хотела выходить из башни, в которой он ее раньше запер. И только когда Шимон пообещал ей, что она будет жить у него, и что он будет о ней заботиться, и что он никому не позволит ее обижать, только после этого она вышла из этой башни и вернулась домой. Но вот через 9 месяцев у нее рождается, у Дины рождается девочка. У Дины рождается девочка. Ой, вы знаете, какого цвета была у нее кожа у этой девочки? Она была черная, как как у ее отца Шхема. И сразу всем стало ясно, что эта девочка она дочь Шхема. Шимон, хоть он и обещал, что он будет все время защищать Дину, и что у него она будет жить, и никто не посмеет даже вспомнить о том, что она побывала у Шхема. Но когда он увидел, что у нее родилась черненькая девочка, дочь Шхема, чернокожая девочка, он сказал, нет, вот на это я не согласен. На это я не согласен. Мы должны ее отправить в такое место, где она сможет расти среди таких же людей, как она, среди чернокожих людей, и чтобы никто, никто, никто не знал вообще, что в семействе Якова родилась дочь от Шхема. И они стали искать для нее приемную семью. Кого-нибудь очень богатого, очень важного, кто бы согласился взять в приемные дочери эту девочку, дочь Дины. Вы знаете, как назвали эту девочку? Ее назвали, ей дали имя Оснат. Оснат. И ее мама Дина, она ей повесила, повесила такую цепочку на шею с медальоном, на котором было написано, было продавлено имя дочь Якова, Бат Яков, что она из семейства Якова. И нашли для нее приемную семью, очень-очень-очень богатую семью, одного очень-очень важного министра из Египта, которого звали Потифера. И ее отправили в эту семью, в Египет, к Потиферу. Там, там она росла Оснат. И она долгое время, долгое время, она даже не знала, что она на самом деле из семейства Якова. Ай, дорогие мои, может быть кто-то из вас скажет, может быть кто-то из вас знает, за кого потом вышла, чьей женой стала Оснат? Ясофу! А, совершенно верно. Так Ашем, так Ашем приготовил для Йосефа, для праведного Йосефа, он приготовил ему праведную жену из его же семейства, он уже заранее приготовил ему в Египте. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А.